Приветствую вас. Я думаю, что, скорее всего, вам не очень понравится мой ответ, потому что я, несмотря на то, что являюсь психологом, да, я не могу сказать однозначно, что я здесь на вашей стороне. Могу сказать сразу, что я на стороне, в данном случае, ребёнка, потому что считаю, что именно ребёнок является наиболее уязвимой стороной здесь. И, соответственно, исходить я буду из того, что наиболее деструктивно и полезно для ребёнка в первую очередь. И уже потом я буду говорить о вас. Хотя, на самом деле, к сожалению, именно из-за того, как вы относитесь к себе, из-за того, как вы относитесь к своим чувствам, переживаниям, из-за того, как вы справляетесь, скажем так, с проблемами, вся эта ситуация и возникла. Итак, как мне кажется, здесь у вас вообще, в принципе, в целом, нездоровые отношения со всех, со всех вообще сторон. То есть я имею в виду, я имею в виду, что проблематика здесь в том, что и ваш муж, бывший муж, и вы используйте ребёнка как аргумент. У мужа свои основы для этого, у вас свои. Но правда заключается в том, что вы на игру мужа в какой-то степени купились, в том смысле, что делаете так же, как он, пытаетесь, значит, бороться за ребёнка. Вот. Честно говоря, мне не кажется это хорошей идеей, бороться за кого-то и использовать кого-то в качестве аргумента. Вот. Даже если это ваш ребёнок. Давайте рассмотрим более подробно ваш вопрос. Муж недавно ушёл к любовнице, которая на протяжении нескольких лет усердно старалась его добиться. Смотрите. Ну, во-первых, то, что вы говорите здесь, да, уже в какой-то степени является предметом для исследования, предметом для психотерапии, потому что, на мой взгляд, здесь вы перекладываете ответственность в какой-то степени за проблемы в ваших отношениях на любовную любовность. Вот. А если бы, если бы у вас не было бы проблем в отношениях вывода с мужем изначально, то никакая любовница не смогла бы, не смогла бы его добиваться и, то более, никакой любовницы бы не ушёл. А значит, какие-то сложности есть именно в тем, как вы устраиваете отношения со своим мужем. И важно, чтобы вы сами отдавали себе отчёт, какой вклад вы внесли в это, в разрыв отношений. Вот. Понимаете? И, соответственно, взяли на себя личную ответственность за то, что произошло. Только так можно к чему-то прийти. Хотите вы этого? Или? Нет. Следующий момент. То, что муж ушёл, может быть для вэв странной. И, может быть, вэв имеет место быть обидом на него. Вот. Может быть, имеют место быть некоторые ещё изменения. Вот. Так, или иначе, нужно это прорабатывать. Чтобы данные аспекты не влияли на, ну, на ваше поведение. Чтобы данные аспекты не влияли на то, как вы, там, себя ведёте, как вы, там, к себе относитесь и так далее. Это важно. Следующее. Оно реально делало много подлостей мне, звонило, угрожало, оскорбляло, посылало письма и фото. Ну, похоже, что это, там, такая, с выродом, навязчивая идея, да? Ну, навязчивость. Такая, позже, 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 здесь. Опять же, повторюсь, тут, может быть, такой момент, что... и флаж, ну, вклад в то, что вы делаете. Вот. Дальше. Так. Вопрос в следующем. Муж пытается объединить время проведения со старшим сыном и другой семьей. Ну, я бы сказал, что это его право. Я бы сказал, что это его право. Ну, на мой взгляд. Другой вопрос. Хотите ли вы этого? Да. Вот. Дальше. Так. У меня от мужа двое детей. Один и полтора года. Ну, полтора года, кстати, это не так. Много, вот, я бы сказал. Да. Вот. И с учетом того, что у вас есть, у вас были и были или есть некоторые проблемы. Вот. Ну, я бы хотел рассмотреть обстоятельства рождения ребенка. Вот. Скажу так. Потому что, я здесь лично вижу определенные противоречия. Вот. вот. Ага. Ибо я не думаю, что ваши проблемы появились после, значит, ну, после того, как родился ребенок. Да. Я думаю, что проблемы были раньше. Просто, по-моему, младший ребенок был, ну, какой-то возможностью для вас проблемы решить. Дальше. Вот. Так. У них тоже совместный ребенок четыре года. Вот хронология здесь путается. Вы говорите, любовница несколько лет усердно добивалась ухода мужа от вас. А сами говорите, что у мужей и любовницы есть ребенок четыре года. Так они знакомы дольше или как? Как это все... Если... если у... у мужчины и... той женщины появился ребенок, а вы как к этому отнеслись? Вы, получается, и не приняли этого ребенка и в то же время не приняли решение уйти от своего мужа. То есть тут не понятно. Он знает себя категорически против знакомства с Тимофеей и их совместным ребёнком. Но я не думаю, что вот эта вот вражда, она кому-то будет, честно говоря, на пользу, да, я не думаю так. Я думаю, что никому ещё, никому ещё вражда не помогала, вот, я так думаю, вот. Поэтому, поэтому тут мне бы хотелось, конечно, указать на то, что вот это категорически против, да, но это вот никогда ни до чего хорошего никого не доводило, к сожалению, к сожалению. Вот, поэтому имейте, пожалуйста, это в виду очень ваше, очень вас, ооо, прошу. Вот. Дальше. Ом, он в тени настраивает сына подговаривает, пытается подкупить и манипулировать ребёнка. Ну, опять же. Связано это, на мой взгляд, покажется с тем, что вы, значит, отрицаете, по сути, факт того, что... у вашего мужа новая жизнь. Вот. И вы отрицаете, как мне кажется, факт того, что... ваш муж, он как бы, ну, идёт дальше, он как бы идёт вперёд. А вы такое ощущение, что стоите на месте. К сожалению. Простите, но... Вот. Это... Ам... На мой... Ну, на мой взгляд, эээ... здесь... Ситуация выглядит именно так. Потому что, ну, будет общаться ваш сын с этой женщиной. Ну и что? То есть, понимаете, она как бы... Здесь идёт вражда, здесь идёт сопротивление, здесь идёт борьба. Ну, повторюсь, для детей, особенно для детей, борьба ни к чему хорошему не приводит. Да, эээ... Женщина-любовница мужа... Эээ... Била себя... Неподросленькая. Это правда. И... Нет ничего хорошего. Нет... Нет... Ничего... Похвального в том, что... Эээ... Поступала вот... Таким образом, как... Оно... Как поступало, да? Вот... Я не хочу... Там... Чтоб вы думали, что... Что я там... Эээ... Её... Обрадовую или... Что-то вроде этого, но... Эээ... Просто... Хотелось бы... Хотелось бы... Чтоб вы... Отдавали себе как-то в этом отсчёт. Хотелось бы, чтобы вы как-то вот... Понимали, что... Ммм... Вражда, она... Ни до чего хорошего, никогда никого не доводит. Не доводит. Это важно. Вот. И что страдает? В первую очередь... Здесь... Ваше... Ну, ваше... Это... И так далее. Вот. Очень жало, там, если, допустим... Ну, ваш муж этого не понимает, но если он этого не понимает, то... Там... Хотя бы... Вы... Там... В принципе... Могли бы, да? Это... Эээ... Ну, могли бы это понимать лучше, чем... Допустим... Эээ... Ваш муж, к примеру. Вот. Это важно, ребята. Далее. Так. Эээ... Одно еще D and D, И ты What? Ээээ... А ну... Ээээ, des... Эээ... Ээээ... Эээ... Эээээ... Эээ, ну... Ээээ... Трористы getting older. Эаэ... Ээээ... Эээ... Ээээ... Эээээ... Эээээээ... Эээээээ... 這... какие-то, ну, какие-то вот негативные моменты, да, интриги, в общем, в общем, ложь, вот, стыдь и так далее, стыдь, на самом деле, все очень, я бы сказал, грустно, вот, на мой взгляд, практически на мере, вот. И так сын пробегает к тому, что люди выстраивают не совсем здоровые отношения. Ребенке, начально, было противность, что это женщина, он видел мои слезы из ее выходок. Карина, вот здесь я боюсь, что происходит то, что я бы назвал манипуляцией уже непосредственно с вашей стороны, пускай и, может быть, несколько неотводными. То есть, слезы, это, конечно, хорошо. Хорошо, что вы сдерживаете эмоции, хорошо, что вы не сдерживаете эмоции, хорошо, что вы их выплескиваете, но вы превратили женщину во врага, что по факту она не враг, да. Вот для чего я говорю о том, что проблемы у вас с мужем начались, скорее всего, всего до ее, ну, до появления. Эм, до появления женщин, женщин, вот. То есть, как бы, вот откуда, почему я это, эм, почему я это говорю? Потому что вы перекладываете ответственность с эм, эм, себя на, э, себя и своего мужа, ну, вероятно, в меньшей степени своего мужа на нее. И она, получается, виновата во всем. А это не совсем, э, мягко говоря, так. Это совсем, мягко говоря, не так. Это нужно учитывать. Следующее. Я считаю, что вы делаете ее врагом и ребенку противным. То есть, ребенок к ней принимает изменения, что отношения его родителей закончились и начались новые. А это вся нездоровая история. Папа ему сейчас рассказывает, что она очень хорошая, что хочет стать ему другом и ни в чем не виноват. Смотрите, здесь идет перекос в другую сторону. Да? Здесь идет другую сторону перекос. То есть, если кто-то кого-то обвиняет, то нужно, моментально, собственно, постараться этого человека обилить. То есть, это просто реакция, ну, ответная реакция. А-а-а, я не превышенец манипуляции. Не хочу протягивать сына туда-сюда. Ну, вы уже этим занимаетесь. Сын пока меня поддержит, никого не знакомится. Наверное, на сырную обработку. Это очень детская позиция. Я боюсь, что здесь речь идет о том, как именно вас задевает эта женщина. Я боюсь, что здесь речь идет о том, что вы травмированы уходом своего мужа. И, может быть, вообще наличием другой женщины. Как быть? Что бы что? Я очень хочу, чтобы он настоял и не сломался под давлением отца. Карин, то есть, вы спрашиваете, как быть с сыном? А какое для вас это имеет значение? Правда, думаете, что такая борьба и непринятие реальности идет на пользу вам, вашему ребенку старшему, младшему и так далее? Уточните, пожалуйста, свой запрос. Но перед этим постарайтесь подумать над тем, что я вам сказал. А еще очень важный момент то, что если ваш вопрос будет касаться третьего лица, в том числе вашего сына, то помочь мы вам не сможем. Потому что мы работаем только с проблемами, обратившимися к нам человека. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!